В эти же дни в Москве состоялась и коллегия Министерства спорта России, посвященная вопросам внедрения комплекса ГТО. В работе коллегии принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. С момента возрождения комплекса ГТО прошел ровно год. За это время проделана большая работа, создана нормативная база, установлен порядок тестирования, утверждены поэтапные планы внедрения комплекса. 15 мая стартует единая декада ГТО в рамках Всероссийского фестиваля. И задача регионов подойти к работе неформально, а творчески, заметил министр спорта Виталий Мутко, напомнив, сдача ГТО – дело добровольное. Мы должны путем продвижения, пропагандирования комплекса ГТО убеждать людей в том, что это очень важно, что физическая культура является тем элементом, который оздоравливает человек. Убедить в этом человека нужно, что надо вести здоровый образ жизни, быть активным в жизни. А ГТО должен способствовать этому, потому что каждый человек может прийти и проверить себя в своей возрастной группе на уровне физического развития, получить определенные навыки. Вот на это мы обращаем внимание. Для вовлечения в здоровый образ жизни большого количества молодежи нужны простые, адекватные способы. Министр спорта России привел в пример Чувашию, где строятся и активно эксплуатируются различные спортивные объекты. Удачной формой работы Виталий Мутко назвал и массовые спортивные мероприятия, которые практикуются в республике – зарядка со звездой, велозаезды, день ходьбы. Это приносит свои плоды. В тестовых испытаниях ГТО уже приняли участие около 60 тысяч человек. Сегодня в Чувашии пять центров тестирования. В ближайшее время они должны появиться в каждом муниципалитете.